Мы желаем нашим зрителям хорошего дня и очень надеемся, что у вас сегодня не тот самый день, когда вы решили написать заявление об уходе с работы. А ведь по статистике в порыве эмоций так делал каждый третий петербуржец, но только два из трех доводили дело до конца. Как справиться с эмоциями и сохранить работу? Или наоборот? Это шаг для изменений к лучшему. Спросим у психолога Станислава Зарудный. Доброе утро, доброе утро. Станислава, немного статистики. Заявление на увольнение в порыве эмоций писали 45% мужчин и только 21% женщин. Вам не кажется это странным? Женщины же считаются более эмоциональными. Эмоционально не значит импульсивны, мне лично так кажется. Поэтому, в принципе, я вообще имею такое мнение, что женщины более терпеливые в чем-то. И вот как раз если эта чаша терпения переполняется, то тогда начинается большая буря. То есть они через эти эмоции как раз могут выпустить пар и работать дальше. Да. Ну, у каждого человека, независимо от пола, бывают такие дни, когда все не ладится, все кажется, что не так. И здесь я не нужен, и мне это все не надо. Как с собой договориться в этот момент, не совершать импульсивных поступков? И вообще, что влияет на такие состояния гормона, погода, крылья? Да, когда ты понимаешь, что ты сам не свой. Это возможно. Ну, смотрите, вообще в основе чувств раздражения какого-то, да, которые очень часто люди говорят, у меня стресс на работе, я раздражен, не подходите ко мне, лежат базовые физиологические потребности человека. Это сон, это питание, это отдых, это влияние на его эмоциональное состояние, каких-то хронических заболеваний, которые существуют. Поэтому, ну, первая такая базовая рекомендация, конечно, во-первых, выработать какой-то график, режим дня, который позволяет сохранять себя в стабильности и следить за здоровьем. Все психологические причины, вот как вы сказали, да, что там, это уже не моё, или мне плохо, некомфортно, это такое причины второго порядка. И, безусловно, нужно ориентироваться на то, чтобы вот эта совокупность факторов работала. И максимально стараться вот это своё окружение, да, хотя говорят, что это задача работодателя, сформировать коллектив, поддерживать в нём какие-то отношения, всё равно влиять на это самостоятельно. Ну, наверное, последняя капля переполняет как-то, да, чашу терпения, когда человек пишет заявление об увольнении. Вот как в такие моменты трезво оценить ситуацию? Сколько времени должно пройти, чтобы человек остыл и как-то посмотрел на это со стороны? Чтобы не бежать с заявлением на увольнение буквально сразу же, да, я всё-таки предлагаю выждать хотя бы один вечер, знаете, воспользоваться вот этой народной мудростью. Да, утро вечера мудренее. Это очень хорошая такая техника. Иногда взять паузу для того, чтобы принять взвешенное решение. Но очень важно, чем ты будешь заниматься вот в этой паузе. Если вы придёте домой, будете накручивать себя, что всё плохо, что здесь я не нужен, ну, вероятно, вы не придёте никогда к другому решению. Поэтому самая базовая простая техника, которую можно воспользовать, это «за» и «против». Вы можете прямо составить список для себя, что это значит для вас в перспективе остаться на этой работе, что значит остаться сейчас, какими эмоциями вы будете сталкиваться и вот такое, скажем, во временном континууме плюсы и минусы разложить, да, на текущий момент, как смену работы рассматривая, так и, например, в будущем. И тогда у вас будет более-менее взвешенное решение. Но самый важный момент, когда вы будете оформлять этот список, ну, список, условно, уйти с работы сейчас может перевешивать. То есть такое понятие, как удельный вес, то есть, например, какой-то один пункт из остаться на работе по своему весу, по ценностям, по каким-то ориентирам жизненным может быть гораздо более важным. Зарплата, например? Да. Ну, нет, не только зарплата, да, ещё какие-то амбиции, которые вы можете там реализовать. Конечно, это шутка. Возьмите 100 баллов и просто распределите между этими зарплатами. Это по количеству аргументов, да, в процентном отношении. Вот о процентах. 77% людей, которые уволились с горяча, они об этом решении не пожалели. Как же тогда это объяснить? Ну, я думаю, что если ситуация уже патова, и накопился целый клубок какого-то негатива, то здесь уже сложно остановить этот локомотив, да, и поэтому люди увольняются, вряд ли жалеют. Поэтому основной рекомендацией, естественно, я скажу нашим зрителям, чтобы они по мере поступления старались решать все вопросы. Потому что, что это такое? Ведь отношение на работе – это тоже отношение. Мы делаем свой вклад. Мы выстраиваем личные границы. Мы можем что-то требовать, можем где-то просить о помощи, можем проявлять инициативу, а можем этого не делать. Если вы считаете, например, что только увольнение вам поможет, так не всегда. Для того, чтобы понять, реально ли это шаг к какому-то лучшему будущему, как вы сказали, да, тогда нужно понять, а вот в прошлом, на прошлом месте работы, в отношениях с другими людьми даже, с друзьями, с близкими, не дублируются ли похожие ситуации? Потому что если на прошлой работе мы сталкивались с таким отношением, на позапрошлой друзья с нами также, может быть, не очень корректно себя ведут, то тогда вопрос в том, может быть, есть в нашем тоже как бы взаимодействие с ними в наш вклад. И стоит это поменять, иначе, поменяв место работы, то мы рискуем окунуться в ту же самую ситуацию. Если, например, вот ты решил, да, импульсивно, но написал, сказал, все, новая жизнь ждет меня, начальник говорит, подожди, дружок, ты нам здесь очень нужен, и начинаются какие-то уговоры, потому что даже согласно статистике, половина тех, кто желает уволиться, работодатель не готов так просто отпускать. Как сказать нет? Позначить как раз свои границы? Мне кажется, очень важно понимать, что действительно, если ты ценный сотрудник, любой работодатель будет заинтересован в том, чтобы ты остался. Но тут тоже это же сдельные отношения. Мы также выбираем нашего работодателя, как он выбирает нас. И в такие моменты критические, если вам предлагают какие-то новые условия, если вам предлагают решение проблем, если вас слушают и делают какие-то шаги вам навстречу, по крайней мере, стараются, и вы видите эти изменения, то тогда можно пробовать здесь остаться. Если вы уже предприняли все возможные разговоры, шаги, свои какие-то изменения внутренние, пробовали защитить свои интересы, и этого не получается, возможно, тогда это будет как раз таки аргументом, что ничего не поменяется. То есть нужно какое-то время, и как раз вот эта вот импульсивность решения она должна быть все-таки иметь какую-то динамику и понимать, что что-то меняется к лучшему или нет. Спасибо большое. Психолог Станислава Зарудная в нашей студии. Желаем вам отличного, продуктивного рабочего дня, друзья.